Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о такой теме, как сигны, как кому я их рисую и что с ними случилось, почему я до сих пор еще с новогодних праздников не могу нормально их вам разослать. В общем, ситуация с сигнами такая. Как вы уже знаете, я рисую сигны за бесплатно, за репост. И так получилось, что в прошлый раз очень много людей сделало репост. Некоторым я уже разослала, то есть с вами все хорошо. Это я знаю, мне девочки подписались, и это видно на моей странице ВКонтакте. Так как было много репостов, я постоянно отскренивала, и я это так делаю для себя, чтобы потом можно было мне написать, ну как бы не потерять вас. И почему я прошу делать это за репост, так же я делаю для того, чтобы не потерять людей, потому что в комментариях постоянно, вот уже не раз было, думаю, сейчас я этого человека запомню, которому нужно рисовать, и нарисую, и все будет хорошо. Поверьте, так не работает. Обязательно кто-нибудь останется без сигны, обязательно. То есть я это делаю не специально, и мне на самом деле очень, как бы, так скажем, даже неприятно, что вы просите, я там обещаю, говорю, что да, да, да. И потом этого нет ничего. Но в этот раз случилась еще больше, еще более худшая ситуация, которая только могла бы случиться. Я отрисовала все сигны, которые вы попросили сделать, вот. И, то есть, все было нормально. Тогда был Новый год, новогодние праздники, я уже об этом говорила. И фишка такая, что я их отрисовала, и мне нужно было их разукрасить. То есть у меня есть там фон, есть имя с фамилией, да, то есть или бувашник, который вы указываете. И я это все оставила, думаю, ну вот завтра я фон отрисую, и как раз фон сделаю, и буду уже... Как раз фон сделаю, и вам как раз буду их рассылать. И, соответственно, буду фотографироваться на фоне елки. Почему я очень долго не выбрасывала елку? Именно потому, что я хотела просто сфотографироваться на фоне сигн. Ну, как-то, ну, вместе на фоне елки, чтобы это было очень красиво. Ну, я считаю, что это уютно, я просто люблю Новый год, не знаю, каковать. Вот, и я очень часто рисую и что-то то-либо делаю на полу. Мне нравится работать на полу, я просто пока не делала никакой дома перестановку, на самом деле очень хочу сделать перестановку. Я очень жду того момента, когда у меня появится свой стол, потому что сейчас с этим, ну, такой небольшой напряг, но это совершенно другое. Вот, и фишка в том, что я все это отрисовываю на полу. У меня там еще книжки, которые я читаю, лежат на полу, ну, соответственно, книжки те, которые вдруг по какой-либо причине я покупаю так, потому что вы знаете, что я читаю с телефона. Ну, получилась такая ситуация. Ёлка очень сильно засохла, просто настолько сильно засохла, что начала крениться. То, что она кренилась, я заметила заранее, то есть я раньше, честно говоря, это видела, но, как вам сказать, я не продавала такому большому значению, что может случиться вот такая вот жопа. Жопа случилась следующее, что, по-моему, на 20 января... Я не знаю, я помню, что старый Новый год, ёлка отстоялась, мне все было хорошо, а на 20 января или еще какое-то она, ну, так вот, наклонилась очень сильно, пока, как бы, мои родственники не заметили, не сказали. Я сказала, что буквально вот пара дней, и я ее убираю. И получилось так, что она начала падать, и она упала ночью, когда все спали. Причем я об этом писала в Инстаграме. Кстати, там даже можно будет посмотреть, какое число это было. Вот, и она начала падать, и так получилось, что это все было ночью. Я сначала сквозь сон... Я как раз только легла спать, это было в 6 утра. И сквозь сон я слышу как... Причем настолько медленно. У меня первая мысль, что это падает снег, короче, с крыши. Ну, либо кто-то там что-то скидывает какой-то мусор, как у нас часто бывает, у нас же куча дебилов живет в этом доме. Или еще что-то. И вроде как бы смешно, и, знаете, с другой стороны, так думаю. Оно так, шшшш, я так лежу в кровати, и не понимаю, что происходит, а у меня уже сон такой находит. И я думала потом, что это что-то падает в шкафу, короче. Ну, просто какие мысли могут быть? Причем она падала очень долго, то есть я не могу сказать, что это вот как какой-то предмет. Я подумала, что падает что-то в шкафу, потому что это кот полез, короче, лазить опять по своим этим... Там каким-то местам, по курткам там или еще что-то. И просто потом, когда я открываю глаза, короче, я просто вижу такая картина, что елка вот так вот медленно-медленно так... И тут я понимаю, что это трэш, потому что у меня никогда такого в жизни не было. Я думала, что такое бывает только в кино. А так как елка у меня была в воде, соответственно, все это разливается, все это падает. И, к сожалению, мне не хватило мысли заснять, потому что я очень сильно переживала, что зацепят аквариум, который у меня стоит. Но с аквариумом все хорошо, наверное. Мне кажется, что рыбки пересрали просто страшно. А другое, я боялась, что зацепят в софтбокс, и он упадет. А очень часто я оставляю лампочку в самом софтбоксе, и я боялась, что это все разобьется, короче. Это трэш был, серьезно. Но, короче, когда я светопсу и поняла, что елка просто вот так вот вытянута вдоль комнаты лежит, я так подумала, думаю, ну ладно, короче, завтра уберу и легла спать, представляете? И когда я все это видела, я увидела то, что вода попала на сигны, и все труды, которые были в течение, наверное, 10 часов или 20, потому что сигн было много, я поняла, что это все напрасно было сделано, потому что там все растеклось, на фломастеры попала вода, соответственно, на тифломастере, который я рисовала, и все, оно прям стало вот как такое вот, как будто абстракцию я решила нарисовать, но абстракция вышла неудачно, я решила переписать туда имена. Ну, мне это дико взбесило, я, конечно, обрала сразу сигны, легла спать, но понимаете, что когда оно все высохло, оно стало гораздо хуже. То есть, таким уже позорно не сфоткаешься, ничего не сделаешь. И я понимаю, что это было давно, у меня потом была куча всякого гемора там по учебе, по работе, в общем, не важно. Я буду заново перерисовывать, так как обещанное нужно исполнять, и так как все-таки мы с вами, я как бы пообещала, что будет, и хорошо, что у меня хватило, ну, ума все это отскринить, потому что каждый раз, когда я прошу репосты сделать, я отскриниваю, и репосты остались у меня в телефоне. Соответственно, на этот телефон я сейчас записываю видео, мне просто первый раз захотелось заснять вам такое домашнее видео в домашней обстановке, без камеры, без света, без ничего. То есть, я просто сама люблю такие видео смотреть, и посмотрим, как оно вам покажется интересным, неинтересным. Вот, вот такая вот ситуация у меня случилась. Это все, конечно, не очень хорошо, я понимаю это прекрасно. И еще на днях я иду на почту рассылать девчонкам выигрыши, которые были в предыдущих конкурсах. Вот, то есть, чтобы все было честно, я вам это просто рассказываю. Вот. Вот такие у меня дела по поводу канала, по поводу всего остального, что, блин, тут происходило. И на самом деле я считаю, что бесплатно делать сигны, это нормально. И я не понимаю многих блогеров, которые делают это за деньги. Ну, может быть, кому-то хочется заработать, и кто-то считает, что это смысл так делать, я считаю, что это неправильно. Единственное, что мне теперь как хочется сделать, я надеюсь, что у меня будет больше свободного времени. Ну, в ближайшее время, так скажем, просто. Мне там предложили один проект, и я пока до конца не знаю, буду ли я на него выходить или не буду. Но это все отдельная тема для разговора, но я думаю, что я смогу организовать свое время таким образом, что когда у меня будет выходить видео, да, например, и как это делают многие блогеры, например, репост видео и в подарок сигна. Я считаю, что это как бы честно, это как бы правильно, без денег, без ничего. и я могу, например, там делать, как бы, написать тех людей, которые будут, например, кто не сразу получит, а встанет в такую некую очередь, потому что, поймите сами, отрисовывать реально очень-очень сложно и долго, и я не помню, говорила ли я в начале этого видео или нет, для чего я делаю именно такую отрисовку, для того, чтобы не копировали сигны, потому что очень многие блогеры один раз сфоткаются, например, и кто-нибудь из людей, кто смотрит этих блогеров, они берут, кидают фотографии с сигнами, а потом другие люди в фотошипе подставляют. Я считаю, что это некрасиво, мне это не нравится, когда так делают, поэтому я советую вам пересмотреть видео, которое я снимала по поводу сигн, оно есть у меня на канале, я ссылку оставлю в описании, конечно же, и вы тогда поймёте, почему я так долго отрисовываю сигны, а я их реально очень долго отрисовываю. Вот такая вот история, ребята, я надеюсь, это видео вам понравилось, потому что мне хотелось максимально как-то по-домашнему всё это заснять, потому что, ну, мне кажется, что прикольно, и мне кажется, что будет скоро возвращаться мода на такие видосы домашние, именно на телефон, как было раньше, вот, ну, не знаю, посмотрим, сегодня ещё погода такая, какая-то странная и не снежная, в общем, ладно, ребята, что-то я уже разболталась, давайте уже тогда с вами встретимся чуть позже, вот, и я думаю, что я какие-нибудь ещё новости расскажу, подготовлю вам что-нибудь другое интересненькое, надеюсь, что у вас всё хорошо, вот, вот так, такие вот дела, я люблю вас, всем-всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok